Владимир Леонидович, между нами сейчас два метра, а это главный принцип социальной дистанции. Почему именно два метра и почему эту социальную дистанцию все же, если мы выходим в город, мы должны соблюдать? Эта мера вынужденная, но необходимая, в силу того, что передача возбудителя осуществляется по воздуху. При чихании, при кашле, при разговоре мы с вами из наших дыхательных путей во внешнюю среду выпускаем массу капелек взвешенных частиц, которые могут с потоком воздуха попасть на слизистые оболочки другого человека, и вирус проникнет в слизистые. К вирусу еще вернемся, но сейчас вопрос, который тревожит омичей, поскольку в выходные стало известно о том, что трое жителей города Омска подтвердился у них диагноз коронавирусная инфекция, и теперь все рассуждают, это что значит, что в зоне риска оказались пассажиры рейса, которые летели вместе с этими горожанами, и таксист, условно говоря, которых вез, кто-то еще, кто оказался у них на пути, или это не так? Несомненно, любой контакт с заболевшим лицом, независимо от того, какой этиологии это заболевание, оно сопряжено с риском, с риском заражения и заболевания. Следует заметить, что коронавирус новый, COVID-19, отличается под своим характеристикам от хорошо известного нам гриппа, по крайней мере мы так считаем, хорошо известного гриппа и других респираторных вирусных инфекций. Он характеризуется более выраженной передачей, то есть, если у гриппа передача составляет примерно 1-1,5, заразившийся человек, больной человек может заразить, ну, в среднем 1-2, то при данной инфекции мы видим этот показатель в 2-3, а вот при невыполнении соответствующих условий он и выше может быть. В среднем сегодня мы говорим о том, что он в пределах 3-х. Один человек заражает за весь период, когда он опасен для окружающих, 3-х человек. Но в то же время есть примеры, это хорошо известный пример из Южной Кореи, когда 31-й пациент, побывав в клинике, побывав на службах в церкви, побывав еще в местах, где пребывали люди, проконтактировал более чем с 1000 человек. В результате подъем, который произошел в Южной Корее, связывает в значительной мере именно с этим 31-м пациентом. Я с вами поконтактировал буквально на 5 секунд, поздоровался с вами. Есть риск, что я уже заражен? Или мне надо с вами пообщаться хотя бы несколько минут? Здесь нужно учесть две позиции. Первое. У меня нет проявления респираторной вирусной инфекции. Второе. Я не выезжал за рубеж. Сегодня сообщили о том, что большинство вновь новых заболевших в Москве, это уже люди, которые получили коронавирус внутри столичного региона. Это тоже объяснимо. Дело в том, что мы пытаемся жить по законам человеческим, а вирус живет по биологическим законам. И до тех пор, пока мы не научимся понимать и не начнем понимать эти законы, и будем следовать исключительно из своей юрисдикции, которую мы придумали сами себе, до тех пор у нас могут быть проблемы. Да, мы перешли в следующую стадию. Первая стадия по классификации СМЗ – завоза. Вторая стадия – это локализация эпидемии, то есть внутренней передачи, внутри страны передачи. Третья стадия – это кластерная стадия. Вот в Москве сформировался кластер с локальной передачей возбудителя. И, наконец, последняя стадия – это всеобщее распространение. Наша задача – растянуть между собой периоды между стадиями, для того, чтобы не перегрузить систему здравоохранения, как это сделали на Тайване, в Сингапуре, в Южной Корее. Они сумели вовремя нормализоваться, предпринять необходимые шаги и растянуть эпидемию во времени. Тем самым у них появилась возможность сэкономить ресурсы, развернуть дополнительные силы и средства, не перегрузить систему здравоохранения и помочь всем тем, кто нуждался в медицинской помощи.